Доброе утро, дорогие друзья! В прямом эфире четверть часа. Сегодня в рубрике «Терра инкогнито» мы продолжим знакомство с устройством храма и узнаем, что такое иконостас. А в рубрике «Неформат» посмотрим видеосюжет, рассказывающий о маме, которая воспитывает двоих детей-инвалидов. В предыдущих программах речь уже шла о том, что такое алтарь, притвор, паникодила. А сегодня мы решили рассказать о том, что такое иконостас. Быть может, для кого-то это очевидно, но для кого-то нет. Давайте посмотрим наш традиционный опрос. Субтитры создавал DimaTorzok Что такое иконостас, знаете? Иконостас – это икона. Ну, икона – икона, а иконостас? Не знаю. Ну, это с иконами связано, наверное, вот обравление. А где встречается это, где бывает? Ну, наверное, в церквях, в каких-то монастырях и подобных святых местах. Иконостас в церкви находится, иконостас. Перед этим, а что? Иконостас что такое? Это иконы, и стоит свечи где-то снилы. А что такое иконостас? Встречали такое слово? Где оно? Иконостас. Нет, такое слово не встречал, честно. Иконостас – это то место, где находятся иконы. Там, где они пишутся, по-моему, нет? Нет, насколько знаю, он не просто находится там, да? А что такое иконостас? Знаете это слово, где оно встречается? Нет, не слышали. Иконостас? Да. Ну, в церкви. Что еще раз? Иконостас. Иконостас? Я не знаю. Ну, в общем, какая-то церковная тематика, я не знаю. Ну, это в церкви, где иконы стоят. Вот, самое, на алтаре. Да, да. И только в церкви бывают? Иконостасы, ну, там старообрядцы сами делают, там что-то у себя как-то… А что такое иконостас? Знаете слово такое, где? Да, я знаю, что это. Это примерно где-то в церкви, там, потолок, наверное. Ну, что-то в церкви. Иконостас – это место для размещения икон находится в храмах. Только в храмах? Я подозреваю, что… Ну, в местах культа я больше не скажу, там, наверное, несколько позиций есть. Спасибо всем участникам нашего опроса. Ну, что же, спросив других, ответим и сами. На сайте азбука.ру мы нашли определение. Иконостас – это перегородка, разделяющая алтарь и среднюю часть храма. Он состоит из икон, расположенных ярусами, символизирующими историю спасения человечества Бога. Число ярусов может быть различным. Первый – это самый нижний ряд, а далее нумерация идет вверх. На первый ярус мы обращаем больше всего внимания, так как к нам он расположен ближе всего. В центре первого яруса находятся царские врата. Справа от них образ Иисуса Христа. За ним следует икона святого или праздника, которому посвящен храм. Поэтому, даже оказавшись в незнакомом храме, несложно определить, кому он посвящен. Достаточно посмотреть, какая икона находится справа от иконы Иисуса Христа. Например, в храме во имя святителя Николая Чудотворца на этом месте будет иконописное изображение этого угодника Божия. Слева от царских врат помещается икона Божией Матери. Над царскими вратами – икона Тайной Вечери, во время которой было установлено Таинство Причастия. Первый ярус иконостаса называется местным, так как по бокам от главных икон Христа и Богоматери могут располагаться иконы местно чтимых святых. Помимо царских врат имеются также диаконские врата – это боковые дверцы, через которые проходит диакон. На них нередко можно встретить изображение первомученика-архидиакона Стефана. Бывают также иконы благоразумного разбойника и некоторые другие. Второй ярус – иконы Деисиса. Слово «деисис» в переводе с греческого «молении». В русском быту это слово иногда искажается и произносится как «деисус». «Деисис» – это три иконы. В центре Христос, по бокам от него Божия Матерь и Иоанн Предтеча, которые молят его о спасении людей. Далее в стороны расходятся иконы архангелов, апостолов и святых. Расположение икон в «деисисном ряду» соответствует расположению частиц просфор на дискосе во время проскомидии. Третий ярус иконостаса содержит иконы двунадесятых праздников, то есть двенадцати главных праздников церковного календаря. Это Рождество Пресвятой Богородицы, введение во храм Пресвятой Богородицы, Благовещение Пресвятой Богородицы, Рождество Христово, Сретение, Крещение Господне, Преображение, Вход Господень в Иерусалим, Вознесение, Пятидесятница, Успение Божией Матери и Воздвижение Креста Господня. Поднимаем взгляд выше и видим пророческий ярус. Здесь находится икона Божией Матери Знамения, где Христос изображен в лоне Девы Марии, а также иконы пророков. Наконец, пятый ярус – икона Святой Троицы, Предвечный Совет о Спасении Мира, и образы ветхозаветных праведников и праотцов, Авраама, Исаака, Иакова и так далее. А на самом верху – Животворящий Крест Господень. История спасения человечества видна, если идти сверху вниз. Сначала Ветхий Завет, затем пророки, которые говорят о будущем пришествии в мир Спасителя, далее история жизни Иисуса Христа и Божией Матери, затем появление апостолов и святых. Не во всяком храме иконостас содержит именно пять ярусов, их бывает больше или меньше. Помимо иконостасов храмовых бывают также домашние и походные иконостасы. Домашний иконостас не выполняет функцию отделения алтаря, так как алтаря в доме нет, а просто является объединением икон. Он обычно включает иконы Иисуса Христа, Божией Матери и святых, которые особенно почитаемы в данном доме. Походный иконостас бывает, например, у военных. Он может быть вышит на ткани для удобства перемещения. В рубрике «Неформат» мы сегодня предлагаем вам сюжет с портала «Видеомилосердие». Он носит название «Один день мамы двух детей-инвалидов. Ключ к выживанию». Думается, что он может поддержать тех, кто также обременен заботами о здоровье членов своей семьи. Ну а тем, кто таких сложностей не имеет, напомнит, что хорошо бы быть внимательным к окружающим. Быть может, им очень нужна наша поддержка и понимание. Алена у нас принцесса. Она такая вся утонченная. У Алены синдром Ретта. Ребенок рождается здоровым. Так где-то после полутора-двух лет включаются механизмы регресса. Сейчас ей пять лет, она не ходит. К Толику пятнадцать лет. У него ДЦП. Толик не разговаривает. Но он все понимает. Он может показать жестом. Ну что, пять минут еще поспишь? Столиком довольно сложно. Вот, пойди попробуй его помой. Надо же в ванну посадить, да? В общем, нужно все сделать за него, можно сказать. Пойдем помываться. Там, пойди попробуй такую коляску с таким дяденькой спустить по лестнице, даже по панду. Я, например, не могу. Ну, потому что тяжело. Нам очень хотелось здорового ребенка. Хотелось испытать все те радости в жизни, которые испытывают родители здоровых детей. Вот, и когда родилась Алена, это было счастье. Потому что, ну, мы думали, что она родилась здоровой. Когда поставили диагноз, мир вообще рухнул, по-моему. И казалось, что ты не живешь и передвигаешься по какой-то ватной субстанции, что ты отдельно, а все остальные от тебя отдельно. И что, ну, такого не бывает просто. Доброе утро, Алена. Рыбку будет, Алена? Будет рыбку? На карточку. Смотри, Ален. Нет, да? Давай, чай. Давай, чай попьем. Вот, молодец. Так, глотаем. Не волнуйся. Самое трудное, когда ты знаешь, что ты не можешь помочь. Что ты очень хочешь, но ты не можешь ничего сделать. Вот это самое трудное. Ну, вот, наверное, так соленый. Надо что-то съесть нормальное. Ты понимаешь меня? Целоваться это хорошо, но все равно надо есть. Все, Толя, завтрак у тебя, завтрак у тебя, завтрак у тебя. О чем в подростковом возрасте у всех ребят есть какие-то внутренние проблемы. Но они могут поговорить, например, со своими друзьями. Или еще с кем-то. А он не может вообще ни с кем поговорить. Слюни только не пускай, ладно? Как взрослый видишь. Толь, не волнуйся, он не злится. Не надо защищать. Все нормально. Идем. Идем. И вот ты первый. Как мы собираемся на прогулку? Сначала мы детей одеваем. Потом планируем, кто выйдет первый. Также надо еще собаку вывести. Вот, мы с Толиком выходим первые. Толик может немножко стоять. Вот, его коляска в лифт не влезает. Он выходит, стоит у стеночки, ждет, когда я спущу коляску. Потом няня спускает Алену в лифте. Ее коляска влезает туда. Они спокойно выходят. В общем, жизнь это постоянное составление каких-то логистических схем. Поскольку, кто куда, кого повезет. Ну, потом мы просто гуляем по дорожке. Просто надо отдышаться. То, что мы это сделали, спустились. Вот, потом мы идем на качели. Потому что Толик и Алена, они очень любят кататься на качели. На детской площадке с особыми детьми бывает такая сложность, что ты приходишь, всем детям есть чем заняться, а твоим детям нечем. Всякие люди бывают. Кто-то вот смотрит, может быть, кто-то отходит. Раньше я по-другому к этому относилась, честно говоря. Вот с рождением второго ребенка я как-то просто все переоценила. И у меня как-то открылось просто второе дыхание. Я поняла, что жизнь моя, она не изменится. Ничего не случится. И просто стала по-другому относиться к жизни. Не можешь изменить ситуацию, изменя отношение к ней. Наверное, это не очень легко, принять эту ситуацию так быстро. Получается, у меня больше 10 лет на это ушло. Потом дождались такси, поехали в ЦЛП. Хочу успевать следить за обоими детьми, развивать их, насколько это возможно. Он должен знать, что в его жизни присутствует какое-то дело обязательно. Вот Толик может читать по карточкам. Он знает все буквы. Он может считать в пределах 100. Ну, поехали. И задача по кругу крутить, да тогда будет все время. По полной стороны. Вот, ну, приехали. Сегодня занятие до половины седьмого. И без пятнадцати семь мы едем обратно домой. Что у меня есть хорошего в жизни? Наверное, то, что у меня есть поддержка моих близких. Если бы не было поддержки близких, наверное, было бы все совсем по-другому. То, что есть муж, который занимается с детьми. То, что есть бабушка, которая помогает столикам. Ее поддержка вообще огромная. Такой день приезжаем, кушаем, отдыхаем, ложимся спать. Главный ключ к выживанию – это то, чтобы не потерять себя. Я стараюсь иметь какую-то свою личную жизнь, насколько это возможно. Потому что если ставить на этом крест, то и вообще обязательно надо покупать себе какие-то новые вещи. Общаться с подругами, с друзьями. И даже вдвоем с мужем куда-то сходить. Это вообще обязательно нужно. В идеале каждую неделю куда-то надо выходить вдвоем, чтобы чувствовать семья. Она не только из детей состоит, но и из мужа и жены. Один выходной в неделю у нас бывает с мужем личное время, когда мы отвозим детей к бабушке. Это здорово. Мы планируем, как мы его проведем. Будь здоров, точно. Редактор субтитров А.Семкин Да, очень непросто воспитывать двоих детей-инвалидов. Такие примеры воодушевляют к терпению и стойкости, а еще к состраданию и милосердию. Дорогие друзья, наша четверть часа подходит к концу. Чтобы не происходило в жизни, не отчаивайтесь и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова